В Павлодарской области возмущаются сельчане. Местные пастбища неожиданно превратились в стройплощадку. Там, где раньше паслись бараны и коровы, теперь возводят ферму. Люди готовы биться за каждый гитар земли, лишь бы их скотина не чувствовала себя в тесноте. Вот только есть ли шанс на победу, выяснял Артур Поляков. Буквально через дорогу жители села Ребровка на протяжении нескольких десятков лет пасли свой скот. Сейчас зеленые луга стали недоступны. Их сюда не пускает предприниматель, затеявший строительством молочно-товарной фермы. В обмен на территорию сельчанам предлагают 400 гектаров. Этого крайне мало, говорят люди. В Ребровке почти в каждом дворе держат скот. Поэтому пастбище здесь едва ли не стратегический объект. О том, что коровам и баранам придется потесниться, сельчане узнали случайно. На привычном месте вдруг развернулась масштабная стройка. А под пастбище отдали 400 гектаров свободных в округе земель. Но это в пять раз меньше, чем было. И начались скандалы. Этого нам не хватает, конечно. Это очень мало. Потому что скот же не птичка маленькая. Есть лошади, есть бараны. Они пасутся, они едят. Они растут. Чем они больше растут, тем больше кушают. Этого нам для нас очень мало. Что говорят? Почему отобрали вообще? Ну, надо было раньше. Они говорят, раньше было раньше. У нас раньше было паи. Вот участок и вошний, и вошний. Их никто не трогал. Заехали, оформили, без ничего ведома. Земли все отобрали. Нам ничего не сказали. Пастбище площадью 2300 гектаров, оказалось, передали в частную собственность. Причем еще пять лет назад. Бизнесмен сначала обещал, что выпасу скота препятствовать не будет. Но стройка – дело такое. Когда началась, всех попросили покинуть земли. Нам, значит, обещали, пока он не строил, пообещали, что нам будет проход, проезд и будет где пасти скот. В настоящее время уже все. Нет земель, нет ничего, нет разрешений. Зато есть ферма. Зато есть ферма. Он хозяин. Это мое. Я, значит, крестьянское хозяйство. Я хозяин. На мою территорию не становитесь, не вступайте. Аким сельского округа все понимает. А сделать ничего не может. Пастбище ушли под строительство фермы, когда он еще не работал в своей должности. Поэтому просит принять ситуацию и как-то к ней приспособиться. Хотя бы на время. В данный момент, для решения данного вопроса, чтобы население, теперь у нас получается по селу Ребровка 60-50, получается, голов крест. Для его потребления, получается, мы сейчас оформляем. Вот здесь участок высвобождается около 400 гектаров. Она маловато, конечно, но, тем не менее, что есть, пока тем и довольствуемся. Аким, правда, говорит, что пастбище все-таки стали поводом специального разбирательства. Сейчас идет суд. Земли планируют вернуть. Но стройка не прекращается. Бизнесмены говорят, у них большие шансы отстоять свое право на участок. Согласно действующего законодательства, наличие судебного процесса не препятствует проведению строительно-монтажных работ. Нужно, во-первых, дождаться еще решения суда. Сельчане уже не знают, кому верить. Ждут решения суда. А еще надеются, что хотя бы скот их не подведет. И, несмотря на стесненные условия, удой будет хороший. Артур Поляков, Вадим Зиневич, КТК, Павлодарская область.